Славянская радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 марта 2017 года среда, по одному из старинных, 28-й день месяца пробуждения природы, 7525 лета. И мы будем сегодня говорить на очень интересную тему «Новый взгляд» «Путешественников во времени. Часть третья. Болезнь времени». И автор-сказитель Вадим Чернобров. У нас будет здравия тебе, Вадим. Доброе время суток всем. Рад всех слышать. Хотя тема непростая. Называется «Не на ночь глядя такое выслушивать», что вы сегодня услышите. Но в любом случае любая информация полезна людям, поскольку из нее можно извлечь, как я надеюсь, выводы, а выводы всегда на пользу. По крайней мере, такую цель я себе ставлю. А там, что называется, с вашей помощью. Разберемся мы в проблемах, найдем способы их решения или нет. Это покажет будущее. Это покажет время. Да, разберемся мы во времени. Хорошо. Итак, «Болезнь времени». Когда ты предложил такой заголовок, я стал так репку сразу наморщивать, стал почесывать, думаю, что ж такое «Болезнь времени». Время зачихало, что ли? Да, не спешите, на всякий случай скажу, не спешите, уважаемые радиослушатели, открывать медицинский словарь. Там такого термина нет. Это название условно. Насколько оно правомощно, но, опять же, я надеюсь, чуть позже будет понятно. Хорошо. Но поскольку мы с тобой не первый раз уже проводим совместные эфиры, то, наверное, уже расшаркиваться, представляться не будем долго. И сразу я предлагаю перейти к теме, потому что она интересная, и оттягивать ее прям сил нет. Пожалуйста, передайте. Согласен. И начну с преамбулы. С какой такой стати мы совершаем такой вот резкий кульбит. И от разговора, я напомню, две первые темы, были посвящены так или иначе путешествиям во времени. Речь шла о реальных, а может быть, и не совсем понятных случаях, когда я лично и другие люди встречали так называемых путешественников во времени. И о том, еще бы одна была передача, а можно ли техническим способом, не телепатически, не во сне, а именно техническим способом перемещаться во времени. И вдруг, ну, совсем не вдруг, конечно, сегодня мы будем говорить о болезнях. Значит, с чем это связано и насколько правомочно. Ну, во-первых, как только мы начали говорить о перемещениях во времени, любое перемещение в пространстве, путешествие самолетом, там, на автомобиле, велосипедом, любое так или иначе перемещение, оно сопряжено с какими-то профессиональными заболеваниями. Ну, наверное, нет абсолютно безопасного способа перемещения, кроме разве что возлежания на диване. И то, кстати говоря, медики это всегда парируют и говорят, кровать и диван – это то место, где умерло большее количество людей. Так на всякий случай говорю. Вот, но не только об этом я сейчас хочу намекнуть, а в первую очередь о том, что есть помимо способов технических, с помощью которых можно и нужно перемещаться во времени, есть способы, гораздо менее управляемые нами, человеком. И чаще всего с этими способами человек сталкивается случайно, когда появляется, ну, как правило, опять же, случайно, в местах, в которых такие незначительные перемещения возможны. Речь идёт о хроноаномалиях. О них мы тоже говорили. И если кто-то пропустил, ну, вернусь к этому вопросу, как много хроноаномалий, как они объясняются и чем опасны. Ну, я вернусь, возможно, к этой теме в вопросах. Сейчас не буду касаться. Но, опять же, вот эти все перечисленные мною коротко и неупомянутые способы воздействия на время, они тоже не проходят даром для человека. Значит, вот теперь, так сказать, подхожу плавно к теме, как реагирует человек на ситуацию, когда он попадает в непривычное для него время, в ситуацию, когда время течёт с другой скоростью. Даже если речь идёт об очень незначительной разнице в скорости. Ведь, напомню, мы все с вами, и в данный момент времени, мы, где бы ни находились, мы перемещаем, в любом случае мы движемся в направлении стрелы времени, мы немножко все постепенно стареем, и то время, в котором мы все с вами находимся, ну или почти все, почти, это привычное нам состояние, привычная для нас физическая среда, скажем так. И, будучи извлечённым из этой среды, даже вот попав в достаточно небольшую хроноаномалию, мы испытываем весьма и весьма, так сказать, чувствительные удары, и вовсе не только по стрессу. Слово «стресс» в моём рассказе сегодня будет звучать неоднократно. Это ключевое слово. Связь стресса с перемещением во времени, можно сказать, является феномен доказанный. Но в любом случае я буду так или иначе говорить о том, как же это сказывается на нашем здоровье. Впервые я с этим столкнулся, занимаясь темой машины времени. Можно сказать, ну не то чтобы случайно, я этой темы изначально, так сказать, не стремился вовсе к изучению этой темы справедливо, как я думал, считая, что вот сначала построим машину времени, ну а другие проблемы, в частности, воздействие на здоровье, профессиональные болезни хронопутешественников. Ну вот эти все проблемы будем решать по мере поступления этих проблем. Пока, так сказать, мы не перемещаемся, то что обращать внимание на такие мелочи. Вот. Но ситуацию изменило обращение ко мне специалистов из Института медико-биологических проблем. Это институт недалеко от центра Москвы, по сей упору находится. И институт занимался в основном профессиональными болезнями лётчиков и космонавтов. Значит, и обрисовали ситуацию, которая, можно сказать, резко поменяла мои взгляды на это дело. Речь идёт о том, что, ну, в принципе, я читал о проблеме неправильного, субъективного, как я считал, слово субъективного было, как позже окажется, неправильным или не совсем правильным, субъективного или не совсем субъективного представления о времени лётчиков и космонавтов. То есть людей, связанных, естественно, с опаснейшими профессиями, может быть, самыми опасными профессиями на Земле и в космосе, понятное дело, что внимание к этим персонам со стороны медиков было очень большим. И вот начал я своё знакомство с этим неправильным восприятием времени с классических книг, с автором, из которых я познакомился позже. Этой теме посвятил, в частности, внимание космонавт Алексей Архипович Леонов, с которым я позже познакомился. Вкратце проблема сводилась к тому, что медики обращали внимание, что в стрессовой ситуации во время полёта лётчики и космонавты совершали порой положительные какие-то действия, которые спасали им жизни экипажа, пассажиров и жизнь самолёта или космического корабля, а порой совершали весьма ошибочные действия, которые, соответственно, вели к печальным последствиям. Ну и там, кто не знаком с этой проблемой, я всячески, так сказать, советую почитать книги Алексея Архиповича на эту тему. Вот в качестве такого лёгкого примера приведу классические случаи, с которыми позже я уже сталкивался не только в книге, но и опрашивая лётчиков, и не только лётчиков, но и представителей разных других профессий. Положительный эффект от такого неправильного ощущения времени сводится к тому, что в стрессовой ситуации лётчик, полагая, что до катастрофы ещё много времени, то есть не стоит торопиться катапультироваться или просто прощаться с жизнью, лётчик, настроенный по-боевому для решения проблемы, успевает совершить массу действий, которые в конце концов ведут к победе. Он классический пример. Пилот Квочур, это лётчик-испытатель знаменитый, за буквально там считанные доли секунды, вот когда он пролетал во время демонстрационного полёта во Франции на глазах у тысяч зрителей, у него попала, в двигатель его МиГ-29 попала птица, двигатель совершил помпаж, вышел из строя, и из-за того, что самолёт находился на малой высоте, на малой скорости, то есть у него не было времени спасти самолёт или даже что-либо сделать, но тем не менее он совершил, как он потом грамотно всё описывал, массу действий, пытаясь реанимировать двигатель, это ему не удалось, он последовательно, подчёркиваю, описал все свои действия, и вот на это описание ушло 15 минут, то есть дольше, чем я об этом рассказываю, но его рассказ, понятный, забил техническими подробностями, хотя на самом деле вот эти 15-минутные действия уложились там в одну-две секунды, не больше, но действия не привели к положительному итогу, и тогда Квочер принял единственное верное решение, он направил самолёт резко вниз, найдя, может быть, единственный пятачок поверхности, где не было зрителей, вонзил самолёт с высоты бреющего полёта, буквально в этот пятачок, ну и сам, пользуясь тем, что у него была масса времени, как он полагал, спокойно катапультировался, парашют его даже не успел раскрыться, высота критическая была, но тем не менее он спасся, остался живой, жив и невредим. Это вот такой классический эпизод, который показывает, что неправильное ощущение времени может дать человеку шанс, и если человек воспользуется этим, он этим шансом спасает себе жизнь. Причём, позже вспоминая вот эти события, он описывает свои действия, не как-то, не увеличивая свой заслуг, поскольку, по его мнению, и вот здесь внимание, мы переходим от субъективного к объективному, лётчик осознаёт, что свои действия он производит в нормальном режиме, он вовсе, так сказать, не как Роберт, ускоряет свои движения в сотни тысяч раз, а именно так, ну, как минимум, в десятки раз ему надо ускорить своё объективное внутреннее время, чтобы совершить массу действий. Только в этом случае он действительно имеет шанс их выполнить. Объективно приборы показывают, что действительно лётчик делает, производит порядок действий в ускоренном режиме. Мало того, косвенные данные говорят именно об этом. В частности, например, человек в таком состоянии, я назвал, вынужден был, занимаясь этой проблемой, давать, присваивать этим действиям, этим феноменам свои термины. Вот в данном случае я называю это сверхстрессовой ситуацией, чтобы не путать с обычными стрессами. Ну, слово стресс затасканное слово, и мы можем там от какой-нибудь блондинки, которая не купила нужной расцветки туфли, услышать о том, что она по этому поводу испытала какой-то жесточайший стресс. Вот чтобы не путать с такими банальностями лёгкими, всё-таки, так сказать, мы говорим о случаях, которые находятся даже порой не на грани жизни и смерти, а уже даже за гранью. Вот чтобы не путать с ситуациями стрессов у блондинок, термин, о термине, о котором я говорю, запомни, пожалуйста, его, мы будем говорить именно о сверхстрессовых ситуациях, о ситуациях, находящихся за гранью или на грани жизни и смерти. И вот в этой ситуации лётчик, помимо действий по переключению тумблеров, может совершить и порой весьма героические, я бы сказал, просто невероятные действия. Там один из пилотов, с которым я общался на эту тему, рассказывал, что он увидел, как в пол, в щель между полом и штурвалом попал железный болт. И так неудачно, и в такой неудачный момент, когда ему как раз нужно было вытягивать самолёт из пике, а, соответственно, этот болт намертво клинил штурвал и мешал это сделать. И у пилота не оставалось ни малейшей, ни единой секунды, чтобы наклониться и какой-то отверткой выковырять болт, просто физически на это не было времени. И он, что называется, стиснув зубы, стал тянуть со всей дури этот металлический штурвал на себя. И, о чудо, штурвал срезал болт. То есть ему удалось совершить неимоверное усилие сделать то, что человек в обычном состоянии сделать не может. Занимаясь этой проблемой, я не раз слышал возражения скептиков. Сейчас этих возражений уже давно я, так сказать, не слышал в ответ. читая вот мои первые публикации на эту тему, что называется, может быть, такие почва для таких возражений уже была, но те, кто читал уже более поздние публикации, особенно в книгах, прочитав, ознакомившись с ними, уже просто понимает, что возражений тут невозможно делать. Но, тем не менее, вот сначала мне возражали, что человек в стрессовой ситуации всего-то навсего, это известная, так сказать, истина, испытывает впрыск в кровь адреналина, и вот этот самый адреналин, который является одновременно лёгким наркотиком, и люди стрессовых профессий, экстремальных профессий, ну, это такая общеизвестная истина, так, по крайней мере, так сказать, мы привыкли думать, испытывают некую ломку и по недостатку этого адреналина, и поэтому вот стремятся там в горы или там прыгнуть с парашютом, ну, так или иначе, вот время от времени, так сказать, почувствовать вкус этого самого адреналина, то есть не могут жить спокойной жизнью. Это, что называется, вопрос спорный, не буду этого касаться, но вот тема адреналина меня на некоторое время от этого изучения немножко отвлекла, и в конце концов я, ну, не знаю, разобрался или нет, но, по крайней мере, нашёл массу случаев, где адреналиновой теорией объяснить вот такие поведенческие поведенческие возможности человека просто невозможны, хотя бы потому, что вот я нашёл крайние случаи, когда никаким адреналином искусственным или естественным, то есть той дозы, которая есть внутри человека, или той дозы, которой любезно там в экспериментальных целях можно человека перенасытить там, уколов его шприцом, в любом случае этой дозы недостаточно для того, чтобы человек выкарабкался из безнадёжной ситуации. Есть случаи, ну, совсем анекдотичные, когда, ну, например, когда бабушка божий отуванчик, которая едва-едва там хромая и горбатясь свой чахлый вес выдерживает на своих хилых ножках, но даже эта бабушка, увидев, что там коляска с внуком попадает под машину, в состоянии порой эту самую машину поднять своими хилыми руками. Такие случаи были, бабушки и дедушки вытаскивали из пожара там тяжеленные сундуки, вытаскивали больных взрослых людей и так далее. Так вот, когда я такие случаи, крайние случаи расследовал, оказывалось, что усилия, которые они предпринимали, помимо того, что они выглядят даже не то, что фантастично, они выглядят сказочно, но они выглядят противозаконно по отношению к знакомым нам физическим законам и законам медицины, в конце концов, хотя бы потому, как ни напичкой мышцы этих людей адреналином, и даже, так сказать, даже если представить, что мышцы выдержат такое издевательство над собой, но даже этого недостаточно для того, чтобы объяснить, как выдерживает такое издевательство кости, потому что взгромозди на бабушкин скелет тот же автомобиль, и кости, извините, сложатся просто все где-то там в районе обуви, наверное, останутся, потому что не в состоянии мы обойти известные законы сопромата. У любого каркаса, включая наш с вами скелет, есть запас прочности, безусловно, но он не беспределен. Вот, но все эти возражения, которые я так бегло высказал и не высказал, они все получают право на существование в случае, а вот теперь внимание, если мы вспоминаем, что происходят эти эпизоды в моменты, которые, как я считаю, связаны с резким изменением скорости физического времени, не субъективного, а объективного, что такое изменение скорости ведет. А прежде всего огромная польза о вреде мы еще скажем, посвятим об этом речь, наверное, в следующей части, но сейчас, что называется, я говорю только о положительных итогах, а они как раз таковы, что реальное, физическое, ну и умственное тоже, физические и умственные действия человека в реальности, с точки зрения самого индивидуума, по скорости не сильно превосходят обычные. Да, человек может в какой-то степени мобилизоваться, там на 10-20% быстрее думать и быстрее действовать, но львиную долю вот этих возможностей дает как раз растянутое время. Представьте себе, что в обычной ситуации вы в состоянии, ну если вы, конечно, не чемпион мира по поднятию тяжести, ну средний человек там может поднять мобилизов себя, там 50, ну может быть там 60 килограмм и то, так сказать, кряхтя и чертыхась. Но если он будет действовать в растянутом времени, вот в этом случае его запас силы будет ровно во столько раз больше, во сколько раз мы растянем время. То есть если с точки зрения внешнего наблюдателя человек вместо одной секунды проживает 10 секунд, то в этом случае, ну легко, так сказать, перемножая, можно выяснить, что пределом грузоподъемности такого человека будет там уже не 50 килограмм, а увеличим в 10 раз соответственно полтонны. Естественно, я встречал эпизоды, когда вот такие косвенные измерения, никто, естественно, не приводил подобные измерения на людях до того, как, до того момента, как ко мне обратились из этого института, и я вот их, эти измерения проводил, вот исключительно ориентируясь на какие-то косвенные показатели, ну, например, на показатели, на показания авиационных приборов, из чего, значит, делал вывод, что если самописец описывает действия пилота, а самописец не может, так сказать, ошибаться, если он вычерчивает кривую, из которой следует, что пилот за единицу времени совершил в десятки раз больше операций, это видно по реакции рулей, например, то, разумеется, я вынужден признать, что, не конкретизируя, почему, все-таки показания самописца не объясняют причину, но они объективно говорят о том, что по неизвестной ему причине работоспособность повысилась в десять или в десятки раз, а произошло это, как вы уже поняли, понимаете, мой намек, именно потому, что у человека появилось откуда-то вот это самое лишнее время. Другим косвенным подтверждением этому служили и мои опросы с попутчиков этих самых людей, то есть пассажиров, ну, причем я, как вы поняли, опрашивал не только летчиков, постепенно перешел на людей других не менее, так сказать, порой опасных профессий, прежде всего, так сказать, это автомобилисты, мне стали очень многие люди, шоферы писать, описывать свои случаи, таких случаев, конечно, на порядок больше, в конце концов, накопилось, все-таки армия автомобилистов на порядке превышает армию летчиков, а те, в свою очередь, на порядке превосходят не очень большую армию космонавтов, и понятно, что чаще всего вот с такими средствами ситуации, ситуациями сталкиваются люди на дорогах, к слову сказать, я не считаю нужным в качестве доводов свои личные ощущения приводить, но и у меня было несколько таких эпизодов, описывая, так сказать, самые распространенные из них, если я говорю о автомобилистах, то в таком упрощенном, что ли, или в более-менее усредненном варианте вот эти все рассказы к сожалению у автомобилистов нет самописцев, не было, по крайней мере, в те годы, которые я говорю, в упрощенном виде их рассказ звучит так, что вот когда в момент, когда человек занимает, сидящий за рулем осознает опасность, ну, например, самый простой вариант, навстречу тебе едет КамАЗ, и ты понимаешь, что ни вправо, ни влево, не свернуть, и сейчас произойдет нечто страшное, ну, или когда ты понимаешь, что там тормоза отказали, ты несешься на какую-то там бетонную стену, и вот в этот момент, когда летчик, извините, уже оговорка по Фрейду, когда шофер вдруг понимает, что у него жизни осталась секунда, он совершает массу действий невероятных и проскальзывает в единственно верный зазор чуть ли не на одном колесе, а может быть, есть случаи и действительно на одном колесе, то есть описывая какие-то невероятные пируэты, он уходит по единственному маловероятному пути и траектории и избегает вот этой самой смертельной ситуации, в то время как вот теперь внимание пассажир сидящий сзади рядом не обязательно сзади но и сзади тоже описывает совершенно невероятные свои впечатления если пассажир или пассажирка не смотрит вперед в лобовом стекле как правило конечно они не обязаны это делать они находятся в более расслабленном виде если пассажир в этот момент смотрит на шофер на своего знакомого сидящего за рулем в этот момент он видит невероятную картину люди описывают как завороженному их взгляду предстает знакомый который просто крутится даже не то что как белка в колесе а гораздо быстрее и человек описывает я вижу вдруг что вот картину вижу как в ускоренном кино буквально термин вот этот я слышу от каждого второго в то время как сам шофер говорит противоположные вещи что в момент когда шофер осознает опасность он видит все как в замедленном кино то есть сам шофер видит повторяю это ключевой момент происходящее вокруг себя как замедленные кадры которые конечно вот когда ты явно быстрее осознаешь и действуешь чем все остальные чем движется то автомобиль то конечно вот такая ситуация дает шанс тебе на выживание если действия ты должен проводить там не мгновенно не за полсекунды а тебе дается там целых 10 секунд или полминуты это совсем другая так сказать щадящая ситуация в то время как пассажир чувствует видит прямо противоположную ситуацию то есть иными словами я подвожу к тому что по неведомой и пока не до конца нами по этой причине в эти моменты сверхстрессовой ситуации внутри человека срабатывает нечто что можно так условно принять за наш внутренний механизм который как показывает практика есть практически у всех ну по крайней мере у людей опасных профессий но не только это может быть и механизмы заложенные там в домохозяйках ну наверное наверное я так осторожно хочу сказать так или иначе в дремлющем ситуации в дремлющей ситуации этот механизм будучи не задействован наверное есть у всех но проявляется конечно далеко не у каждого и проявляется по-разному и проявляется он судя по показаниям косвенным измерениям приборов я напомню про приборы мы сейчас говорили я апеллировал к летчикам проявляется он на некотором расстоянии то есть не только внутри человека там не только под кожей и не далее но и на некотором расстоянии от человека расстояние разное может быть но оно минимальное оно не больше чем физические размеры человеческого тела то есть условно говоря если время замедляется или ускоряется внутри человека то его можно померить на весьма небольшом расстоянии от человека ну хотя бы так сказать хотя бы навешав на этого испытуемого массу приборов ну самописцев ну например хронометров значит основывался я на этом утверждении исходя из опять же не очень многочисленных действительно очень редчайших случаев когда пассажир находящийся рядом с водителем находился очень близко от водителя ну как правило это так сказать влюбленные парочки которые ситуации с влюбленными парочками которые там кто обнявшись а кто просто там прижавшись друг к другу ехали так сказать на автомобиле ну это надо сказать ситуация сама по себе стрессовая поскольку водитель в этом случае отвлекается и вот любопытно то что изучая эти очень немногочисленные случаи я столкнулся с эффектом расстояния действия влияния расстояния пассажир как правило это пассажирка которая не смотрела на дорогу в момент аварийной ситуации там смотрела влюбленными глазами на своего мужчину или просто там любовалась пейзажем за окном вдруг тоже так же как и сам шофер вдруг замечала эффект растянутого замедленного кино подчеркиваю не зная о грозящей опасности пассажирку это весьма удивляло и она удивленными глазами так сказать не могла понять как так быстро автомобиль сбросил скорость это кстати вообще нереально наверное звучит но самое невероятное это то что наблюдая за пейзажем за окном пассажирка еще больше удивлялась что люди или животные собаки там кошки бегающие по дороге они тоже кстати замирали все в одной какой-то позе или очень медленно двигались вплоть до того что там прыгнувшая собака зависала в воздухе то есть иными словами я делал осторожный вывод о том что воздействие которое генерирует неизвестное мне воздействие которое генерирует шофер ощущалось пассажирами не неосознающими опасность на небольшом расстоянии но при этом пассажир там другие пассажиры там на заднем сидении то есть те которые находились явно дальше от водителя ничего подобного не испытывали значит и вот это косвенное конечно я подчеркнул утверждение косвенные данные на которых базировались мои утверждения показались вдруг любопытными для специалистов космической медицины надо сказать это люди весьма прагматичные помимо того что они профессионалы безусловно и в своей области весьма компетентные почему вдруг они обратили на это внимание потому что они занимаясь похожими ситуациями по вселу своей профессии они должны были разобраться с хроноэффектами которые обходятся космонавтам и летчикам весьма дорогой ценой помимо цены человеческой есть и цена гибнущей машины которая там самолет или космический корабль конечно стоит на порядке больше чем самый дорогой автомобиль они обратили внимание примерно на то же самое но вот обратились ко мне давайте попытаемся решить эту проблему ну может быть вот с вашей точки зрения как бы так сказать видели эту проблему я предложил провести две серии экспериментов одну из них мы сделали своими силами в парке горького тогда существовал наверное первый в России аттракцион который сейчас в Москве по-моему таких больше нет но на разных курортах там на юге встречаются так называемые тарзанки аттракцион когда смелому добровольцу привязывают на ноги резиновый шнур и доброволец сам или с помощью вежливого пинка под зад прыгает с высоты там порядка 30-40 метров где-то есть аттракционы где высота и поболее того естественно летя вниз как правило вниз головой как правило человек сказать что испытывает стресс это не сказать ничего он испытывает огромную гамму эмоций и когда его в конце концов отлавливают чаще всего без травм и растянутого позвоночника ну бывает всякое тот человек в общем очень долго не может прийти в себя как правило зарекается на всю жизнь что больше таких глупостей делать не будет вот и мы значит пользуясь тем что любезно нам согласились помочь в этом деле организаторы этих аттракционов помимо бесплатно навешивали на на вот этих смельчаков какие-то свои датчики хронодатчики и когда человека отлавливали чаще всего отлавливали его сухим такие прыжки совершались над прудом в парке Горького ну на тот случай если все-таки не сработает резиновый шнур что вот ну есть шанс что человек нырнет и и выживет вот но я не знаю про случай когда лопался шнур но знаю случай когда неверно подобрали для видимо особо тучных испытуемых длину шнура и вот этой длины не хватало чтобы полностью затормозить полет ну такой максимальный эффект конечно получался максимальный шик когда человек затормаживался прямо перед поверхностью воды что называется самый шик самый так пик эмоций особенно когда там длинные волосы да даже короткие встают дыбом от страха и представьте себе вот мысльно закройте глаза вылетите картину такую страшную вылетите с какой-то страшной высоты и вода все ближе 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 и она уже в сантиметрах и вы останавливаетесь в последний момент это так так сказать в идеале а были случаи когда человек все-таки нырял правда уже так сказать на почти на нулевой скорости он уже так сказать тормозился в последний момент ну конечно тоже здорово для человека но для нас к сожалению это были бракованные эксперименты поскольку наши датчики попадали в воду со всеми вытекающими из них разными последствиями вот ну краткий итог сводился к тому что действительно на небольшом расстоянии от человека фиксировалось резкое изменение скорости второй вариант более качественные эксперименты предложили и провели вот в том числе с моим участием уже непосредственно в институте где стоит центрифуга и вот на этой самой центрифуге испытуемых как правило это солдаты-срочники были у них был стимул участвовать в этих экспериментах их сажали за центрифугу и выводили на ускорение порядка там восьми иногда девяти ж должен сказать сам эксперимент сам по себе эксперимент который ставился по всем нормам и законам тогда еще советского уважения к человеческой жизни он для наших целей ну не совсем годился потому что медицинская этика вот правила эксперимента сводились к тому что обязательно экспериментатор должен был посвятить во все детали эксперимента испытуемого и в том числе предупредить о грозящих ему опасностях а вот этот последний момент конечно резко рушил нам как я думал конечно резко рушил чистоту эксперимента потому что целью эксперимента является необходимость резко и даже я бы сказал смертельно опасно напугать испытуемого ведь для того чтобы сработал эффект сверхсредственной ситуации человек должен понять что это не игрушки это не это не эксперимент где конечно он может быть спокойным расслабиться и думать что конечно меня не убьют о чем речь мы же в цивилизованной стране и мне гарантировано что это будет всего на все эксперимент ну то есть шуточки я не погибну а какой смысл бояться за свою жизнь если так сказать у тебя есть уверенность вот в этом счастливом исходе это не совсем правильно потому что для чистоты эксперимента по идее нам нужно поймать человека что называется внезапно сделать так чтобы человек не догадывался что мы не такие уж добренькие и чтобы он не просто засомневался что его могут убить в результате эксперимента а чтобы он в идеале был просто уверен что ему грозит неминуема гибель и только в этом случае я мог быть уверенным что что должен сработать вот по моей логике должен сработать этот внутренний механизм включающий другую скорость времени вот тут что называется мы совсем близко подобрались к идее о существовании такого органа управления времени сокращенно ОУФ вот этот термин уже так сказать общепотребим в узких кругах специалистов этот термин в том числе вот как и сверхстрессовая ситуация ССС как и многие другие термины пост средства сверхстрессовая ситуация и прочие эти термины так сказать уже получили такой неофициальный статус но мои сомнения были быстро развеяны но сомнения относительно того что на орган который мы ищем не сработает в ситуации когда человек предупрежден а человек согласно всем нормам принятым в научных кругах естественно проходил инструктаж прослушивал там краткий курс лекций как ему надо вести что он почувствует что не почувствует а потом подписаться что он предупрежден о возможных грозящих ему опасностях вот так принято и вот несмотря на то что его 10 раз предупредили о том каков будет эксперимент тем не менее видимо так сказать я недооценил возможности этих мощных центрифуг даже будучи предупрежденными люди которые первый раз выходят на 8 9G я так думаю для большинства наших радиослушателей это пустое слово ни о чем не говорящее напомню многие из нас летали или там взлетали на рейсовых самолетах садились двигались на автомобилях с ускорением и даже испытывали резкое торможение во время аварии ну или просто в аварийной какой-то ситуации когда шофер давит на тормоза что называется педаль тормоза в пол вдавливает но для тех кто думает что он испытал все в этой жизни вот если если испытал на себе каково это педаль в тормоз педаль в пол скажу что на самом деле речь идет вот в таких ситуациях которыми бравирует перед публикой наша современная мажорная молодежь демонстрируя возможности своих лошадиных сил так вот все это детский лепет мажоры это действительно дети потому что максимум там речь идет примерно 5G это вот выше-выше крыши ну добавлю если конечно они на своих мажорных автомобилях врезаются в бетонную стену то там конечно да в такой ситуации торможение может доходить до 12-15G а это уже гарантированные переломы костей и наверное рекордсмен который выжил при максимально по моим конечно сведениям наверное может быть были и какие-то другие случаи но вот официально зарегистрированный случай когда человек пережил но ненадолго к сожалению вот максимальное торможение это был пилот болида который врезался со страшной скоростью в бетонную преграду во время соревнований он испытал там порядка насколько я помню несколько десятков же но при этом пережил несколько случаев ком и несмотря на то что долго достаточно жил в больнице тем не менее он не вышел из этой больницы живым то есть на самом деле все что выше там восьми же а при восьми же человек не в состоянии поднять руку и даже пошевелить языком он не в состоянии произнести ни слова то есть это просто мешок это тюк с мясом который не может ничего противодействовать и вот речь об испытаниях которые я говорю как раз и происходили на этих величинах на восьми девяти же когда у испытуемого несмотря на все предупреждения страх был ужасающий ну что называется не дай бог каждому так сказать этот страх почувствовать и вот в этом случае испытуемые естественно когда уже их останавливали приводили в порядок и когда у них перенесенный страх заменялся на ступор а это ступор ситуация когда человек после перенесенного страха некоторое время вот просто отключается от жизни и внешне иногда можно подумать когда подбегают к спасенному человеку о чем-то его расспрашивают человек пострадавший ничего никого не слышит никак не реагирует там круглые от страха глаза и у некоторых там возникает сомнение вообще так сказать не тронулся ли он рассудком не пугайтесь если вы увидите такую ситуацию это всего-навсего ступор человек через некоторое время отходит от этого состояния я называю это состояние пост сверхстрессовой ситуации и он связан с тем что как вот так образно описываю я если действия вот этого органа управления временем можно условно сравнить с действием пружины в момент когда нужно сжать все все внутренние резервы до состояния рабочей пружины только в этом состоянии мобилизовав все ресурсы то есть резко ускорив время человек получает возможность перенести вот эту смертельно опасную ситуацию но у любой пружины если ее сильно сжать должен безусловно наступить обратный эффект она она пружина должна вернуться в исходное состояние вот этот эффект выпадения из реальности я и называю по сверхтрестовой ситуации эффектом ступора который ровным счетом уже никакой опасности в реальности для организма не несет это просто с этим надо смириться вот когда испытуемый приходил окончательно в себя не в момент когда останавливался центрифуга там спустя минуты он начинал рассказывать весьма весьма интригующие вещи по сравнению с которым рассказы о том что испытуемый выходил из тела и видел свое тело бренное крутящиеся на центрифуге как бы со стороны ну это к вопросу о том признают ли медики вот саму возможность выхода из тела ребята это я бы сказал вопрос который давным-давно не является вопросом и это может быть один из один из простейших что ли тем которые на фоне других еще более удивительных загадок вот связанных с возможными человека просто блекнет то есть извините за такое сравнение после того как я слушал дальнейшие рассказы мне уже становилось неинтересно возвращаться к таким мелочам а действительно ли вы видели себя со стороны а что а видели ли вы нас со стороны а в чем мы были одеты где мы стояли ну это так сказать вопросы которые кажутся в такой ситуации ну просто просто несерьезными а вот то что люди ощущали дальше действительно было гораздо интереснее чем там жизнь которая проносилась всех прошлой жизни которая проносилась там за секунды перед ними эта ситуация знакома многим кто был в смертельно опасной ситуации конечно больше всего меня интересовало то как реагировал ли не их субъективный рассказ который подкрепить было конечно нечем не существует пока таких камер которых можно было навесить там где-нибудь в сетчатке глаза камера которая бы фиксировала то что человеку кажется поэтому конечно разговоры о замедленном кино которые они описывали или разговоры рассказы о том как он видел всю ситуацию со стороны это в этом конечно я мог полагаться только на рассказы людей которые косвенно конечно подтверждались ну например когда человек рассказывал кто где находился увидеть это он мог только так сказать находясь рядом с нами в то время как тело его находится внутри центрифуги гораздо интереснее я напомню изначально цель эксперимента было зафиксировать физическое время вблизи непосредственно вблизи тела испытуемого для этого ему навешивали датчики на голову именно об органах найденных физически не просто там какие-то там орган телепатии гипотетический или орган там какой-нибудь ауры или еще какие-то фантатические варианты которые мы периодически слышим а именно медицинские так сказать доказанные органы орган ОУФ к таковым пока не причислен поскольку его местонахождение до конца не установлено и я так осторожно полагаю что этот орган скорее всего растянут по всему телу более-менее разбросан по всему телу более-менее равномерно и скорее всего он идентифицируется мною как нейроны опять же так сказать нейронная нервная сеть которая действительно так сказать разбросана более-менее равномерно это я говорю основываясь на том предположении что точечный какой-то орган небольшой а в основном органы действительно у нас точечные относительно конечно глаза они очень небольшие по размерам по сравнению с телом человека уши нос язык это тоже так сказать органы тоже относительно небольшие для того чтобы синхронно изменять время на всем человеческом теле нужно действительно этот орган может быть и имеющий какой-то единый центр управления но тем не менее органы орган должен быть растянут во времени и вот мы навешивали датчики на разные места и где-то получали больше эффект где-то меньше то есть может быть мы методом тыка приближались к местонахождению этого органа может быть удалялись но не это так сказать поразило и удивило меня а то что мои прежние представления были очень сильно в этот момент ну если не повержены то по крайней мере я был сильно удивлен мое прежнее представление основанное на в основном на показаниях очевидцев в тот момент мне показалось слишком упрощенным то есть я считал что человек который осознает опасность должен испытывать однозначное ускорение времени то есть ситуацию когда внутри человека время резко ускорено а внешнее время с его точки зрения сильно замедлено то есть это момент когда человек видит замедленное кино вокруг себя когда все окружающие с его точки зрения очень медленно я бы сказал так даже медленно пусть пожалуйста некоторые народности которые вот такое такие слова слышат в анекдотах по отношению к себе пусть не обижаются это как бы безотносительно национальности безусловно я говорю так вот так я представлял в упрощенном виде в самом начале но благодаря этим испытаниям оказалось что разные люди не только так сказать люди разных национальностей но прежде всего это люди разного менталитета и разного стиля поведения среди нас людей не секрет есть те кто в стрессовой ситуации в смертельно опасной ситуации если вам так проще понять теряются есть есть те кто элементарно трусит и что называется здесь у таких людей есть только надежда на то что придет спаситель и их вытащит из страшной ситуации в которую они попали и есть люди условно говоря герои которых вид опасности мобилизует которые не визжат и не пищат караул спасите помогите берут ситуацию в свои руки и иногда что называется не всегда всякое бывает в жизни но именно вот эти люди в конце концов приводят к победе и к спасению так вот это естественно я не открыл этими словами никаких Америка в кино и в жизни вот эти разные стили поведения и всего я их насчитал четыре типа поведения по крайней мере именно четыре реакции и были зафиксированы в конце концов этими самыми датчиками и помимо естественно той реакции которую я ожидал услышать на которую так сказать я рассчитывал назовем это первой ситуации когда человек активно противодействует смертельно опасной ситуации тот самый испытуемый хоть он и был предупрежден что его убивать не собираются но что называется по мере того как растет показатели G эта уверенность тает с каждой секундой он действительно думает что секунды доли секунд из жизни его сочтены вот тут что называется надо что надо делать он не осознает но за него осознает это вот спрятаны глубоко в каждом из нас этот орган и этот орган для того чтобы снизить физическое воздействие на на хозяина своего он начинает замедлять время и соответственно вместо там каких-то страшных девяти же замедлите время в два раза и вместо девяти же это вполне уже почти что удобоваримые четыре с половиной же а замедлите там в три раза будет три же ну и так далее то есть иными словами он хоть и растягивает в момент времени то есть промежуток времени во время которого действует это ускорение но тем не менее так сказать даже в растянутом виде это воздействие не превышает там какой-то терпимый уровень это была первая реакция первый тип реакции зафиксированы приборами второй тип реакции неожиданно для меня состоял в том что время вместо того чтобы внутреннее время вместо того чтобы ускориться наоборот так сказать изменяло стиль воздействия напрямую противоположный ну потом я так сказать разбираясь со всеми этими кажущимися парадоксами приходил к выводу что орган на самом деле не советуясь с нами то есть руководствоваться какими-то своими алгоритмами он по-разному воспринимал грозящую опасность то есть в одном случае для одного человека орган полагал что наступила та самая стрессовая смертельная ситуация и пора действовать а в других случаях когда включалась обратная реакция видимо орган полагал что еще мы не дошли мы я имею ввиду орган и тело хозяина не дошло до реальной смертельной ситуации и потом будет хуже и поэтому ожидая что смертельная опасность приближается но еще не приблизилась ожидая что у нас в запасе есть небольшой промежуток времени этот орган включал механизм но в обратную сторону как вот вернусь аналогию напомню про пружину представьте себе что вы осознаете у вас есть пружина вы летите там падаете с какой-то высоты и пружиной отталкивать тормозите свое падение одна одни последствия будут если вы столкнетесь с преградой с помощью пружины которая находится в свободном виде то есть в своем нейтральном положении да она замедлится замедлит падение но оптимальной было бы в этот в момент если у вас есть доля секунды лишняя непосредственно перед ударом о преграду пружину растянуть в таком растянутом состоянии она не может долго находиться но что называется если это сделать вовремя за секунду за долю секунды до торможения то в этом случае торможение будет более мягким и вам после этого не придется так долго возвращать сжатую пружину в прежнее состояние то есть я сейчас говорил о ступоре потому что перед сжатием вы ее уже слегка растянули вот такая вполне логичная как бы аналогия с известными всем пружинами такое физическое сравнение оно полностью правомочно для стратегии действия ОУФ то есть иными словами в зависимости от того какой стиль поведения для спасения своего хозяина избирал этот орган он и не советуясь с нами соответственно включал тот или иной механизм и вот таких механизмов вариантов для спасения в конечном итоге каждый из которых подчеркиваю был вполне логичен ну с учетом конечно новых поступивших данных жаль что я так сказать не дошел до этого до таких выводов как бы теоретически но практика подсказала что что вариант оказывается действий для спасения не один вот вкратце так сказать я изложил физическую подоплеку подтвержденную в результате экспериментов к слову сказать в вот в таких сверх средствовых ситуациях потом возвращаясь к этой теме там не один раз я каждый раз с удивлением иногда даже и восхищением порой узнавал о продолжении подобных экспериментов которые вели и в России и в Соединенных Штатах в некоторых других странах вот над этими экспериментами то есть ну я скромно как бы поясняю конечно же я не первый обратил внимание на эту проблему взаимовлияние времени во время сверхсредствующих ситуаций на людей но может быть вот какую-то долю своих наработок внес и спустя так сказать некоторое время эти опыты которые мы начали на центрифугах они продолжались в основном в Америке у нас насколько я знаю так сказать к сожалению внимание к этой проблеме несколько поутихло но в Америке оно продолжается и не только уже не столько для того чтобы спасать жизни пилотов и астронавтов это главная задача конечно медиков космической медицины сколько уже так сказать разобраться в этом механизме и получить какие-то дивиденды вот с этого и я бы сказал я упомяну только о крайнем случае такого эксперимента который проводили американцы для того чтобы им в чистом виде получить смертельный испуг который я уже говорил получить его с помощью испытуемых которые подписываются перед экспериментом что они предупреждены о всех последствиях наверное не совсем не наверное а точно не совсем правильно поэтому американцы в какой-то момент отказались от услуг людей проводили такие эксперименты на крысах и вот будучи нестесненными уже здесь какими-то там обязательствами которые они несут за жизнь испытуемого ну что называется понятно что никому в голову не приходило предупреждать об опасностях крысу понятно что ее максимально успокаивали перед экспериментом там наверное давали какие-то вкусные вкусную еду может быть расслабляли ее так чтобы эффект стресса был максимальным мало того крысу естественно жизнь крысы не стоила той цены которая стоит жизнь человека поэтому крысы выводили на ускорение вот тут внимание я говорил о каких-то там несчастных 8-9 же я говорил о страшных последствиях для человека несовместимой с жизнью которые он испытывает там при нескольких десятках же а крысу выводили на центрифуге на показатели 300 же после этой цифры мне надо театрально выдержать паузу чтобы вы хотя бы приблизительно осознали тот ужас запредельный ужас который в последние мгновения жизни испытывала крыса которую 300 же буквально превращает в блин то есть само по себе это ускорение несовместимо с жизнью даже такой выносливой твари как крыса а крысы на самом деле гораздо более живучие и наши и наши смертельные пороги ускорения для нее вполне так сказать терпимые пороги но 300 же это уже за пределами что называется того что может даже теоретически представить на наш рассудок я только образно скажу что если крысу после этого извлекают из центрифуги то она уже похожа не на милое волосатое животное всеми любимого любимое а на какой такой блин по которому сложно вообще определить кем этот блин был при жизни но даже этого изощренным американцам казалось мало и они усложнили задачу чтобы что называется стресс повысить еще на порядок то в момент когда центрифуга ускорялась до 300 же они одновременно гильотинировали голову крысы попросту говоря отсекали ей специальным ножом голову что называется все удовольствия сразу и ну и потом и этого им показалось мало и чтобы чтобы стресс был ну совсем он уже извините уже запредельный уже какой-то такой даже не изощренный не знаю как бы термин подобрать какой-то фашистской изощренный но даже этого так сказать им показалось мало и они одновременно выливали жидкий азот на вот это гильотинированное облинированное то есть превратившееся в блин тело то есть если что называется есть люди которые вот меня сейчас слушают которые там искренне считают что они пережили в жизни какой-то стресс вот после того как они выслушали что испытывает крыса вот в таких экспериментах они наверное уже понимают что их стресс это просто вот какой-то такой детский детская шалость по сравнению с тем что что испытывала крыса но задача разумеется которую американцы ставили конечно задачу ставили перед собой не садисты какие-то не ради смерти крысы а ради того чтобы получить максимальный эффект который должны были задетектировать приборы но я к сожалению в силу того что эти эксперименты засекречены к сожалению не знаю всех подробностей и до меня они доходят только вот таких вот фрагментарных посланиях что ли я до конца не знаю куда дальше эти эксперименты пойдут а скорее всего они пойдут в весьма если не уже не пошли весьма-весьма интригующую область на которую наверное мы о которой я поговорю в следующей части нашего нашей беседы как и эта часть как вы понимаете будет еще страшнее чем картина с нашей героически погибшей погибших в массовых количествах этих крыс гильотинированных замороженных и превращенных в блин хотя кто-то наивно полагает что страшнее невозможно придумать ничего но запаситесь терпением перед второй частью и попытайтесь ответить на вопрос простой достаточно до наивности но тем не менее как вы понимаете в самых фантастических темах разработка которых я занимаюсь в том числе и в этой теме всегда есть логические умозаключения в данном случае следующий такой логический шаг вполне простой прагматичный и логический как я надеюсь состоит в том что если предположить что орган управления временем в действительности находится у нас с вами у каждого из нас с вами этот орган дай бог что называется ему здоровья поскольку никто как не он не может нам помочь в смертельных ситуациях и никто как не он имеет полное право являться той спасительной ниточкой на которую мы надеемся даже в абсолютно безнадежных случаях поскольку действительно люди которые испытали действия этого органа как правило это бывает не часто смертельно опасных ситуаций человек обычный обыватель в своей жизни переживает не так много ну там какие-нибудь домохозяйки ну раз ну два ну три за всю жизнь попадают в автоаварии там другие люди опасных профессий летчики космонавты гораздо чаще конечно это делают но в любом случае в реальности этот орган к счастью пригождается не так часто конечно не всегда он действия этого органа в реальности спасают жизнь потому что ну в любой аварии мы видим смерти ну не в любой но во многих авариях мы видим людей не выживших это означает что даже этого усилий этого органа для этих людей оказалось недостаточно ну а другие что называется те кому повезло больше не могут они конечно осознать почему это они безусловно в силу своих своей веры или атеизма или еще каких-то так сказать своих убежденностей они по-разному пытаются для себя объяснить что же с ними произошло меня бог спас меня ангел-хранитель спас но что называется это хорошо неважно как ни назови этого ангела-хранителя я называю его Уув если так сказать я надеюсь если это реальный если он и ангел-хранитель это одно и то же то я надеюсь он на меня не обижался по крайней мере до сих пор постучу по дереву что называется он меня выручал очень надеюсь так сказать на то что эта любовь не закончится но в любом случае подвожу к главному этот любой орган человека о каком бы органе мы не говорили о простых в кавычках конечно любой орган о любом органе медик который занимается его исследованиями может рассказать целую поэму романтическую и будет прав я уж говоря об органе Уув наверное должен рассказать поэму еще и которая кажется фантастической но любой орган к сожалению имеет свои болезни у каждого наверное без исключения и орган Уув тому совсем так сказать не исключение вопрос у меня сводится к тому что будет если этот орган предназначенный для самого святого для сохранения нашей жизни почему-то случайно или не случайно вдруг начнет так сказать работать на холостых оборотах или работать не так как надо чем нам это грозит ну в идеале если бы вы еще ответили что делать чтобы этого не произошло но что называется для начала хотя бы перечислить хотя бы приведите варианты когда этот вот такая способность управлять временем способность которая по идее должна включаться там считанные секунды за всю вашу жизнь что будет если этот орган коротнет его где-то что-то с ним случится и он начнет работать не так как было задумано вот о болезнях времени мы и будем говорить в следующей части назовите эти болезни пожалуйста фу страшно да ну как тебе сказать памперсы я конечно заменил уже все нормально теперь можешь пугать дальше ты очень интересный человек сначала всех перепугал а потом вопросы задаешь надо было сначала вопросы задать а потом уже пугай сколько хочешь народ уже наверное там сидит весь седой за зеркалом девушки полезли выщипывать эти седые волосы кудряшки ну ладно друзья мои значит вопрос простой что будет если этот орган кстати напомните про седые волосы мы тоже должны упомянуть чуть позже но не буду забегать вперед хорошо что будет если этот орган начнет работать не так как надо вот давайте попробуем во время музыкальной паузы поотвечать на эти вопросы и так чисто гипотетически представить себе такой вариант договорились ну а раз так давайте 4 минутки отдохнем чтобы у вас еще и мысли собрались чтобы вы за валерьяночкой или корвалодочком сходили и так немножечко расслабились и так музыкальная пауза народно-славянское радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части в следующей части